Добрый день! Это Капур Георгий Кот. Сегодня у нас вечерняя долька. И хотела бы рассказать о минусах нашего доильного зала «Елочка» и о некоторых особенностях. Первый минус в том, что доильный зал «Елочка» весьма драматичен. Если сравнивать с доильным залом «Параллель», где коровы полностью откручивают сзади и оборачиваются сзади, то «Елочка», поскольку коровы стоят по 45 градусов, вот именно мытье и его постановка очень опасно, поскольку корова двигает ногой и рука очень сильно бьется в вот эти вот конструкции металлические. Второй большой минус нашего доильного зала «Елочка» в том, что он сделан с правой стороны и, соответственно, по левую руку. То он у нас стоит, то он у нас с левосторонней. Если вы когда-нибудь будете строить такую вот елку, и эти в виду, то у нас хорошо только для тех, у кого рабочая левая рука. У меня, к примеру, рабочая правая рука, и мне очень неудобно, к примеру, вот мыть коров с этой стороны. Более того, опять-таки, если корова начнет махать ногой, у меня вот эта рука просто пойдет на излом. Если я мою левой рукой, что мне, в общем-то, неудобно, и если корова махнет ногой, то я всегда успеваю эту руку убрать. То есть вот второй большой минус нашего зала. Мы как-то смотрели одно видео английского фермера. У него тоже елочка, но елочка сделана более под тупым углом. И он все манипуляции коровные проводит сзади. Вот это очень удобно. Поскольку параллель, она намного дороже, чем елка, наверное, вот можно выкручиваться таким образом, что просто делать не такой острый угол. Так что очень опасно вот это вот место. Очень большой соблазн вот сюда вставить руку, но корова очень часто делает движение ногой вперед-назад, а вот эту стойку – это просто будет сразу же, ну, очень большая травма. И вот опять, получается, все манипуляции я делаю мимо его пола. Что касается минусов, вот этого, пожалуй, и все. То есть ее двосторонность и травматизм. Еще я хотела бы сказать о некоторых подобностях именно дариного зала елочка. Смотрела видео и видела, что он сейчас делает много постов. Шесть и более. Хочу сказать на практике, мы с два с половиной доем, с два с половиной года доем на четырех постах. Одному человеку, ну, то есть, вот я тебе сейчас покажу, как я даю, у меня ни секунды не свободны. У меня задача – вымыть корову и поставить доимные аппараты в четвертый, пока первой себе не задойдет. Если потом шесть и более, не успеете это сделать, первая корова уже будет готовлена. Каким образом она будет готовлена, это будет след вашего внимания. Я поставила четыре коровы, сейчас возвращалась первой. Вот она уже дала 10 литров, и я знаю, что эта коровка где-то дает по 11-12 литров. Соответственно, мне надо ее дать. То есть, аппарат сам взялся бы на месте один. Сейчас я начинаю додайвать корову. Можете показать, что молоко уже? Все. Просто прижимая аппарат, немножечко вытягивая молоко. Все. Приезжаю в автоматическое движение, сейчас аппарат снизу. Следую. Все. Так, аппарат снят. Теперь в течение 30 секунд после снятия аппарата необходимо нанести крест по поводу давления. Так, раздаиваем вторую корову. Все должно получиться. То есть, первую, вторую, третью, четвертую поставили, потом и между додольками. Первую корову, третью, четвертую. Вот мы и покупали при длинных животных. Тем не менее, у многих очень выровненная вымя. Снимаем. Вот это коровая. Переднее поле вымя отключаются раньше, чем заднее. Соответственно, мы переснимаем два стакана и додайваем отдельно заднюю половину. Так. Вот эту коровую я не успела. Пусть болтаю. Ну, соответственно, сейчас его ставлю и додайваю. Ну, вот там есть интересное. Посмотри. Аппарат снял на 8 литров и 9. На 8,9. Сейчас я ее додайваю. Я уверяю, будет больше 10 литров. Вот это вот, скажем так, особенность наших коров. Но, из-за этого я полагаю, что задаивать сегодня надо обязательно. Вот уже 10 литров. Коровкая сезона вся. Но только в режиме задаивания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» иначе envol elle «Симон» Что заусловит humanoщик» nellйERS Скажем «Симон» для профессиональных градусов jardли ก Продолжение следует... 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 Продолжение следует...